В Серпухове отметили юбилей всемирно известного фотохудожника Николая Андреева. 1 октября исполнилось 140 лет со дня рождения мастера. Не просто талантливый фотохудожник, известный на весь мир. Мастер увлекался мотоциклами, играл в оркестре. Гений места, так называют Андреева-современники. В его день рождения собрались во дворе старинного дома, где много лет жила семья фотографа. Здесь состоялась презентация книги, живопись света, искусство фотографий. В ней не только о творчестве Андреева. В альманахе собраны статьи самых известных современных исследователей фотоискусства. Книга – это из серии музейных изданий. Первое издание вышло посвященное Анне Мараевой, называется «Жизни вера». Второе издание было посвящено купеческому вкусу, это гастрономическим традициям нашего города. И вот третье издание – живопись света, искусство фотографий. Николай Андреев, Серпухов, Россия. Именно так он подписывал свои фотографии, которые были во всех странах абсолютно нашего большого земного шара и возвращались с самыми высокими наградами в Серпухов. Общий снимок на память о событии. Это, конечно, не фотоаппарат Андреева, но тоже уникальный экспонат. Создан в Харькове в 70-х годах 20-го века. А дальше мотопробег от дома фотохудожника до особняка Мараевых. Дань уважения, увлечения мастера. Во дворе историко-художественного музея гостей встречали мажоретки. Они открывали финальный концерт фестиваля духовых оркестров. Он проходил в течение года при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В проекте участвовали одни из лучших твориков вообще отечественных, которые есть. Солисты Московских симфонических оркестров, солисты филармонии. Андреев наш гений места. Одна из главных задач на этот год, на первый, на старт большого проекта гений места, который предполагается на 10 лет, это привлечение в первую очередь городского сообщества к тому, чтобы люди знали имя Андреева, чтобы оно для них было знакомо. То есть не просто на слуху, а знакомо, кто этот человек, что это всемирно известный фотохудожник, который родился и всю жизнь прожил в Серпухле. В день рождения фотохудожника праздничное настроение гостям создавали народные оркестры Истры, Красногорска, Каширы, Можайска. Истринский оркестр создавался из служащих предприятий и учащихся школ еще в советское время. С 2009 года им руководит Юрий Сдрогов. Он уверен, сегодня духовая музыка востребована как никогда. Боевой дух поднимают духовые оркестры. Мы неразрывно связаны с армией еще 300 лет назад, когда все это зарождалось. Это была задумка-то именно поддерживать боевой дух солдат. Считаю, что в нынешнее время это как никогда актуально. Ну а главное наследие Андреева и его уникальные фотоработы представлены на выставке в музее. В день рождения мастера здесь проводил экскурсию член Союза фотохудожников России Андрей Клюев. Он рассказывал о развитии течения пикториализма, судьбе его представителей, о вкладе первых фотохудожников и инженеров-изобретателей в мировую историю художественной фотографии. Экспозиция будет работать в музее до середины января 2023 года. Спасибо. Спасибо.